да господа мы вернулись к нашему пивному верхнеуральскому заводу потому что в тот раз я вам еще полностью то и не доделал потому что прошлый раз автобусик уже ушел и мне пришлось выехать но пиво то еще не закончилось потому что первоначально мы вам объяснили да процедура варения на 7 часов началась она 7 часов началась я здесь начал все это дело снимать она не закончилась то есть человеке которые вам варят пиво они работают работают очень усердно сегодня сейчас мы добавим кое-что естественно добавим уже дрожжи потому что без дрожжей его настоящего брожения не существует а вы наверняка думаете что здесь где-то есть тема под названием спирт и красители нет ни спирта не красители не верите сейчас я вам покажу то что полное отсутствие красителей полное отсутствие спирта вообще полное отсутствие всего того что вы кушаете в этих дивных сетевиках еще раз объясняю пиво настоящее грамотное брожение я это брожение работает большие сутки то да 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 то что мы вам показали это только начало это еще даже не конец конец будет достаточно долго я вам потом покажу сколько по продолжительности сюжета это будет и вы поймете что пиво это изумительный вариант лучшее пиво а какое оно пиво готовится но в принципе для умных людей есть возможность посмотреть все мои сюжеты они есть ютюбе у самых умных есть возможность получить качественное не мое я ничего не буду говорить я вам рассказал о тех людях которые пили это пиво вы посмотрите как они это пиво пьют какое у них удовольствие они не хотят возвращаться для них пивоварный завод верхнеуральский идеальный вариант а жесть крутанул сейчас по полочкам нас реально имеют но дают возможность думать мозгами сложно но мы никогда не прыгали вверх обидно когда на тебя и не болт забили но жизнь продолжается и самое забавное что уникальные в количестве реально небольшом специалисты есть в городе и вернувшись к истокам почему верхнеуральск а почему самара эти две самые крупные реки европы впадают в каспийское море что такое каспийское море это по сути озеро выхода в океаны нет может быть поэтому двум реально крутым перцем кто толком знал как готовить пиво дали такие возможности и появилось пиво лучшее до верхнеуральск не самара тут все усрали и сделали это быстро но человек пришел сделал лучше и больше и вы можете кушать качество ну да как раз мы вернулись я раз вам определил вот ведь тема что такое настоящие пивовары к слову о труде я не знаю что там в балтике что там бочонке что там в карлсберге и мне кажется что это даже не пивовары ну то есть химия спирт наверное димедрол и маленький нюанс или грамотность может я тупой но как гигалитры сумбура мутят и ваши мозги и головы вот я об чем задаю дивный вопрос чтобы вы доехали первая часть целый день от 8 до 17 часов это только мы варили сусло реальная жесть не закончилась природе не 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 сусло мы варим но куда девается солод испаряется что ли нет не испаряется и солод и пшеница и чмень так вот где они вы спросите и не поймете я вам показываю эту уникальность честно но может быть тысяча человек может меньше но никто в моей природе этого не показывал никто я показываю еще раз говорю это пивовар и работа у него и работа жесткая честно таких крутых в стране не более 100 может 200 не более и честно я бы к своим 35 работам добавил бы пивовара и наверное стал бы таковым в большей части хвала валерия гиммер верту он меня научил уму-разуму спасибо ему за это может он меня и слышит точнее слышит он не воровал и будем надеяться мы увидимся чуть позже то есть мне был показан уровень безупречности и качества я это умею делать может стать пивоваром а что такое дробина то есть она закончилась что мы сейчас видим это дробина то есть это уже сваренное пиво то есть представляете да все это пиво вот это пиво из солода было в одной бочке вы хоть представляете как человек то упахался чтобы все это дело вытащить это очень серьезная большая проблема к сожалению где вы это увидите только в моей передаче потому что другие про это и не рассказывают а вам то что надо в другом сюжете да вам надо пивко выпивающее а вот оно как это пивко готовится 7 часов она готовилась и вот сегодня сейчас мы потихонечку убираем дробинку она очень сладкая и вы не думайте что оба на пивосик прилетел до пива еще очень 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 далеко маленькую особенность расскажу николая николаевича носова читали это не совсем носов с комбината григорий иванович помог трудом своим и комбинатом выиграть вторую мировую это был другой человек весьма интересный к слову носовых многое только челейкин один могу же я себя похвалить шутка но я победил два раза на магнитогорском конкурсе с чецом читал и его рассказы так вот мишкина каша может слышали примерно то же самое в пивоварном производстве было немного но выросло в разы въехали часть пива в смысле сусло удаляется с дробиной то бишь примерно половина емкости приготовленные для варенья сусло остается с дробиной я честно ну ни разу этого не видел видите вы то есть грамотно вся часть именно вся часть всей дробины должна удаляться внедряю вариант полностью вся часть и даже не работа без жирной лопатой туда придется залезть и удалить все полностью неплохие пивовары неплохие я же вам говорил что из четырех литров воды получается один литр пиво так фигня просто но чтобы пиво сварилась нужны дрожжи специальные чуть позже будет и про них рассказ вам надо с моим трудом понять что делают настоящие пивовары в уникальном комплексе верхнеуральского пивного завода и как бы донести есть уроды бюрократы есть мума которая за свою историю оторвала от нормальной жизни всех россиян но по сути такое событие для уникальности не спится а делать качество не забывая чистоте это как хирурги чистота должна быть безупречной и самое главное не дышать на дрожжи не дышать аккуратно собирать работу чуть большую по времени чем операция то бишь это только часть только часть потому как настоящее верхнеуральское пиво будет бродить сроком более двадцати восьми дней это чуть чуть больше операции да так все должно быть легко и просто до 3 больших ведра дрожжей собрать причем собираются они со сложностями да господа мои это же не просто бабах и понеслось не 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 вот человеки вот мои замечательные пивовары здесь уже сидят десять минут десять минут они только вот одну партию дрожжей сделали а их получается три штуки надо это вы что думаете что так все легко и просто и красиво до засыпал и через некоторое время у тебя вдруг пиво нарисовалась ух ты как а вдруг все не так то просто то а по моему это кажется а мне так не кажется это вижу что это очень серьезный грамотный результат огромное количество труда труд нужен к сожалению в российской федерации труд не ценится это очень плохо естественно потому что все делает своими руками они этим делом занимаются они вам готовят то самое качественное пиво здесь нету никакой бурды магии вы это все видите еще раз говорю я очень я очень не очень сильно сомневаюсь что какой-нибудь телевидение все это дело вам показывало а я показываю да пусть это будет не стандартный телевизионный вещательный марафон но тем не менее работа по ютьюбу вы посмотрите и после этого мне не надо говорить что верхнеуральское пиво бредятина это у вас все бредятина все то пиво которое вы покупаете все то пиво это бредятина это работа работа серьезная попробуйте это сделать что не получается ну так отдайте их спокойно человеком они все это сделают и не парьте мозги пожалуйста почему дрожжи работают долго ну самые тупорылые могут их уничтожить нагревом ле-хе-ко коп и нет все дрожжи охлаждаются как тот самый закон якоб хендриков ван гофа используя опыт и он доказал что при увеличении температуры на 10 градусов скорость реакции может увеличиваться в два или четыре раза то есть дрожжи сделали и охладили вот так работают пивовары верхнеуральского пивного завода вообще очень интересная штука я не знал и после уникальности моей специальности которая получила знания без сессии по результатам постоянных экзаменов но я забыл а интернет напомнил то бишь охлажденные дрожжи убираются из танка и не надо торопиться им нужно чтобы они немножко нагрелись а потом их добавят и 28 дней и будет готовиться ваше пиво к слову мне так кажется и я в этом уверен что водка это просто вино это работа коньяк длительность но опаньки это работа пивовара может кто-то углаздал один день свой личный один день он углаздал ну типа чтобы показать что он какой крутой он даже может пиво приготовить но пивовар верхнеуральского завода это реальная работа очень-очень в тему залезть промыть все до идеальности именно до идеальности это же бактерии нельзя никоим образом не вымыв всю часть процесса получить качество качество я еще раз говорю лоху здесь не место лодорю тоже отморозки и даже не думайте все будет видно директору сразу еще раз говорю почему я форме потому что бактерии на мне надо убирать это как в операционную я там было неоднократно полностью переодеваешься полностью практически как хирург только в руках камера уж поверьте так и было верьте мне я никогда никого не обманывал как и не воровал это не каждый делает не каждый но есть умные им благодарность а пивовары после вычиски от и до продолжают варить пиво да это конечно ерунда да но мы сюда приехали просто вам показывать просто показывать о том что люди занимаются то есть пивовары которые здесь они работают 7 часов утра до 3 часов ночи 7 часов утра до 3 часов ночи тут даже думать не надо господа мои вы вообще-то работаете или как-то у вас по 12 часов там график да а это гораздо большие пивовары работают для вас это жесткая и очень серьезная и грамотная работа потому что здесь убирается все от и до потому что пиво должно быть изумительно чистым а как по другому не есть по другому есть люди которые добавляют ну типа 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 какую-то горечь добавляет спирт но здесь такого нету это я вам еще раз говорю когда вы все это дело смотрите внимательно посмотрите я вам стопро я не буду говорить просто я скажу вот наверно будет ну может быть кто-то когда-то где-то и не в россии это дело снимал но я-то точно знаю что в россии похоже только я единственное все это дело вам показываю потому что нигде никто никогда ранее этого по полной составляющей не делал вот как работают специалисты вот им надо говорить спасибо я так серьезно думаю мне так это больше нравится когда я вижу качество и работу немного разложу ситуацию но обычно в 99 и много девяток процентов работа моя это примерно час-два не более здесь работа от трех до восьми вечера это я приехал на верхневральский пивоваренный завод и это даже не пиво то есть первый вариант это девять часов второй еще пять часов даже без варки дрожжей нормальненько так скоро будет чудизм это примерно 28 дней я ускорю естественно вы же не сможете все 28 дней читать мое эссе тогда челейкин станет толстым но это как бы не по мне но вы должны понимать пока сусло переливается в бак это уникальность верхнеуральского завода именно в качестве пива с моей точки зрения лучшего в мире почему лучшего докатываем и показываем больше чтобы доезд был это не одно пиво как самаре это шесть разных сортов по идеал местам где любят пиво это британия германия рига верхнеуральск ячмени пшеницы я вам на сто процентов говорю этого нет нигде в мире вы спасибо должны сказать уникальному человеку он настоящий магнитогорец спасибо ему как и директору завода без них будет опа реально красивая опанька из разряда полностью а вот теперь и вот теперь начинается брожение нагретые дрожжи внедряются в сладенькое умное сделанное как лучших местах мирового пива удовольствие а дальше те самые 28 дней и более и тогда вы получите уникальность лучшего в мире верхнеуральского пивного завода и так уже темно ну потому что день равноденства закончился этот материал мы снимаем 20 сентября то есть примерно 7 дней назад закончился день равноденства он 13 марта и 13 сентября начинается то есть в скором времени уже будет здесь темновасто это еще хорошо когда погода нам дала возможность вам показать эта погода нам дала возможность вам показать но вы должны понимать вот как ков труд пивовара эта работа должна быть крутая в этой работе очень много действий с водой потому что пиво это хорошо все остальное все это дело надо вымывать и умывать и умывать и умывать и умывать и как бы вам сказать то после всего моего вещания оно еще не закончилось поверьте мне только только начало потому что следующий вариант будет мы покажем как вам как здесь готовятся дрожжи это же не просто так взяли дрожжи сунули не господа мы здесь все по-другому делается здесь идет качественная работа потому что это ваша благость вы должны понимать смотря мои сюжеты что качество пивоварни от верхнеуральска на высоком уровне